Начнем наш семинар. Семинар касается практики определения объемов работ для их учета в смертной документации на строительство. Значит, смотрите, присутствует еще 12 человек. И записывались по вебинару, пока мало, но, может быть, подойдут. Значит, у вас преимущество. Но вы можете здесь задать вопросы после окончания семинара. Вот уже третий раз рассказываю, да, с каждым разом. Готовьте вопросы. И если конкретно вас что-то интересует по работе, ну, мы как бы здесь, я вам представлюсь, да, ну, а с вами, может, познакомились. Обычно, когда группа начинает, мы знакомимся, да, там, кому, что надо, с какой целью приходит человек, да, чтобы получить какие знания. Те, кто по вебинару, вот уже там 7 человек, вы тоже можете вопросы, если они небольшие, мы тут можем рассмотреть. Если они большие, то почту. Так, почту давайте я попробую здесь. как получится. Значит, все вопросы можно направлять вот на эту почту. Если вдруг возникнут у вас позже, после занятий, по работе для дальнейшего. Вот, то есть у нас такое общение онлайн постоянно, то есть не меняется. Почта. Поэтому можно туда написать будет. Или прислать вашу проблему, да, рассмотреть. И так далее. Значит, о курсе, да. Записали все, да? Ну, телефон запишите. Цель этого курса – представить комплекс знаний, методических подходов, необходимых для расчета объемов строительно-монтажных работ. Но, как вы понимаете, расчетами у нас занимаются проектировщики, да? В общем, мы с вами, сметчики, по-хорошему, мы должны получить техническую документацию, да, к гражданскому кодексу, как к все и положено, как к строительному, получить техническую документацию, открыть спецификации, открыть пояснительные записки, споса, начиная с споса, открыть всю документацию и брать оттуда данные. Это лучший вариант, в том случае, если у вас рабочая документация, да, это мы сейчас говорим о СМР, да, об объемах строительно-монтажных работах. Хотя понятие объема в нашем курсе не только стоит. Взять оттуда данные, объемы, по спецификации идем, например, в качестве основания, вы вверху сметы пишете основание, чертеж такой, да, лист такой. Бывает противоречие между спецификацией, где перечислены материалы и оборудование и самими чертежами. Опять, не наша задача проводить экспертизу проекта, правильно? Мы определяем либо по чертежам, некоторые по спецификации. Вы определяете, какой лист, и в обосновании сметы пишут, и лист такой-то. Все, чтобы претензий никаких не было. Что в там листе это, а у вас спецификация. То там несоответствие переделываете. Иногда пишут, переутвердите смету, разработайте новый. Говорю, это не моя задача, мне надо по готовой смете взять. Ну, отдаем обратно туда на переработку сметы, если на какое-то несоответствие. А так мы должны с вами работать по готовым данным. По-другому мы не имеем права с вами что-то придумывать. По технической. Определитесь с заказчиком. Ну, да, лучше может у заказчика спросить. Либо вы по спецификации, чертежи не смотрим, либо по чертежам. А такое никогда не сделает, с этим противоречивым. Либо по чертежам, мы не смотрим спецификации. Проще по спецификации. Еще проще, если есть ведомости объемов работ. Сейчас мы тоже о них поговорим. Ведомости объемов работ, в общем-то, изначально делались в проектах ранее. И сейчас тоже делают хороших проектов. Очень удобно. Очень удобно. Взял и все, не надо нам ничего считать. Но зачастую сейчас проектировщики говорят, ой, это не наши, пускай ПТОшники делают, пускай смеечки. Только не мы. Поэтому в большинстве проектов, конечно, ведомости объемов работ отсутствуют. То есть приходится нам самим. Какая наша задача в этом курсе была? Правильно проводить расчеты объемов работ. Виды работ разные будут. Это строительно-монтажные, пусконаладочные. Программы, все, что необходимо для пусконалочных работ, мы рассматриваем. По отдельным конструктивным элементам. Ну, какой-то один вид конструкции или, как я вам сейчас говорю, берем сваи, там три вида сваи их обсчитываем. Либо вид работ. Общие подходы по видам работ. По спецификации проектной документации. Также у нас основа, может, если у нас с вами ремонт, можем мы взять план БТИ. Вот один из примеров у нас будет по плану БТИ. Но планы БТИ, они как бы слепые. И, конечно, там нужно доработать, показать, что новое, что сносим, где новое прокладываем. То есть нужно еще какое-то пояснение к плану БТИ. Но в качестве основы тоже можем взять у нас ремонт. Натуральным измерением это фактические замеры. Фактические замеры. Иногда, да, от сметчиков требуется выезд на объект, сделать замеры, стрелять в рулет. Хорошо, если оно электронное, не бегать. Но такие фактические замеры. Опять же, делая фактические замеры, работ, ремонт. Так в основном когда? Когда что-то существует, да, нужны ремонтные работы. Или, например, посчитать объемы работ для экспертизы. То есть у вас экспертиза, какие-то ущербы, да, там надо оценить. Тоже выезжает, ну, замерщик, обычно технадзор вместе со сметчиком. И делаем вот эти замеры. Здесь главное что? Здесь главное вам понять, что не только геометрия нам нужна. Не только геометрия. Вот я привожу пример. Есть вмятина на стене, да? Вы выехали. Какие данные вы дадите, чтобы составить смету на ремонт? Предоставите какие данные. Вмятина на стене. Геометрические, геометрические. Площадь вмятины. Она может у нас и длина ее. Площадь, да, хорошо бы указать длину, ширину, глубину. Это первое. Второе. Ну, конструктив где? В какой? Правильно. В какой стиле? К примеру, только лист заден или направляющие повреждены. То есть нам снимать и заменять. Это все в сметах прописано. То есть замена листа – это одно. Замена целой секции – это совсем другое. Дальше. Хорошо определили еще что? Нам надо до конца доделать. То есть выровнять, заменить и потом окрасить. Какую геометрию? Это участок? Всего помещения. Всего помещения. Колировка должна совпасть. У вас не будет один здесь тонн, другой – другой. Поэтому, да, площадь стен всего помещения. Если потолок какой-нибудь залит, участок мы берем, площадь. Всего потолка заберем. Потому что красить придется заново. Видите, сколько данных надо в общем-то подключить. Демонтажные работы нужно учитывать. Всего, допустим, потолка. То есть это уже нужная сеть. Ну, это характер, да. Характер. Какой потолок? Ну, если штукатурка, шпаклевка, мы возьмем, наверное, участок, выровняем, а окрашивать будем уже полностью. Поэтому и участок отдельный, и геометрия всего. Ну, соответственно, это наиболее, да, такие простые примеры. Она часто включает. Да, да. То есть вот понятие даже фактически дает этих измерений. Это тоже проблемно. Дальше, например, где могут натуральные измерения или фактически замеры у нас встречаться. При калькуляции расценок или ресурсном методе. Ресурсном методе. Мы с вами берем норму, и в ней сидят краны, которые нам не подходят. Мы с вами заменяем на какой-то подъемник, к примеру, да, ресурсный метод. Что нужно? Выехать на объект, взять секундомер, фотографию рабочего дня, и сделать замеры работы этого подъемника. Ну, или изготовление какой-то конструкции, блок. В данном случае мы замеряем время вот этого подъемника. По фронту работ со всеми операциями и основными, и вспомогательными. Фактически, да, время. Приводим потом еще к единице. Вот это вот фактически замеры. То есть их назначение не только вот в ремонтах, да, но и в различных аспектах у нас встречаются. Да, это сложно, потому что это уже как бы считается разработкой своей расценки, да, заменяя эти механизмы. Это считается разработкой, калькуляцией новой расценки. Вам ее надо утверждать в правительстве, как я бы сказал, в правительстве теперь. То есть предоставлять вот эту технологию с вашими расчетами, замерами, причем там несколько вариантов, не только один метод, нам надо минимум как два метода вот этих фотографий и, в общем-то, доказать. Ну, пытались у нас подрядчики, но пока мало у кого получается. Потому что защищать правительство. Как раньше мы в экспертизе проходили защиту, калькуляции, расценок, все было. Просто, быстро они еще расценки брали, потом все было удобно. Ну, сейчас это вот сложнее. Основные правила построения конструкторской документации и чтению чертежей. То есть как составлена, да, проектная документация, какие разделы, да, она включает. Это тоже надо все. Ведомости объемов работ, которые необходимы. И мы с вами одну ведомость составляем сами. То есть, ну, вот расчет от и до. У нас будет траншея, и мы ее посчитаем прям составлением ведомости. И нам в помощь будет с вами калькулятор, который в Грандсмете. Гранд калькулятор. Гранд калькулятор. Ну, к сожалению, в отличие от Грандинфон, продается только вместе с программой Грандсмета. Но если нет этой программы, этого калькулятора, то у нас электронные калькуляторы, ну, в электронном и в Excel, они есть как бы и на сайтах. То есть, я вам их выгружаю по всем направлениям. И можно пользоваться ими, да, чтобы не читать вручную. Так, вот Гранд калькулятор. И мы с вами воспользуемся объемом земляных работ, траншеи. Выберем наш профиль траншеи. Мы зададим там длину, ширину, те данные, которые у нас будут на чертеже. И она нам посчитает все, что надо. Объем земляных масс. Ну, она будет разбита там. У нас будет проходной канал, непроходной канал. Соответственно, мы разобьем на кусочки. И вот посчитаем с вами с помощью этого калькулятора. Потом, я закрыла, напрасно, да. Значит, создадим... А, нет, не закрылся. Создадим с вами ведомость объемов работ. Создадим ведомость объемов работ. Так, манесметы, объекты, манесметы. Ведомость объемов работ. Вот она новинка. И будем с вами прям вот заполнять. Работа. Значение, формула. И единицы измерения. Присвоим какое-то обозначение, чтобы потом вносить в сметы. И ссылка на чертежную спецификацию. Вот это стандартная гастированная форма ведомости объемов работ. Она внесена... Вот в грандсмете она делается автоматически. Отсюда сразу с идентификатором перенос в смету. Но если у вас нет этой программы, вы в Excel, да. В Excel также лучше делать ведомость объемов работ. Вы всегда можете вернуться, заменить свои расчеты там, да. Подкорректировать. Она у вас будет, да. И, конечно, в Excel и доказывать легче. Доказывать заказчику. То есть эта ведомость, которую нас лишили теперь в обязательном порядке наличия в проектной документации, нам приходится с вами сами. Надеемся, что все-таки ее вернут. Потому что, говорят, крупные объекты, по крупным объектам они возвращаются. Вот эта ведомость сложных объектов, подземных, атомных, Росатомных, они обязательно в ведомости у них присутствуют в проекте. А если нет, если отдельный вид работы, какой-нибудь ремонт, конечно, нам... Да, но при ремонте у нас дефектные ведомости. Это обязательно. Дефектные ведомости обязательно. Если у вас демонтаж, в смысле снос, это тем более, то на ремонтной работе дефектные ведомости. Утвержденные. Тоже мы можем и здесь, и с Митлером. Дефектная ведомость делается. Но, как правило, по СМИТе наоборот, это не совсем правильно. Согласитесь, да? И СМИТа потом делать дефектную ведомость, чтобы только сдать заказчику. Конечно, она должна составляться изначально по-хорошему. Вот, где вы тоже описываете. Вообще, в дефектной ведомости только работы перечисляются с объемами. Но, по опыту последнему, все-таки и материалы надо прописывать, потому что подход к материалам... Ну, дефектное – это что? Это, в общем-то, снятие в основном и демонтаж. Но есть возврат материалов. Например, сейчас очень подходит к возврату материалов у заказчика. Поэтому, ну, если вот там у вас замена, например, да, вы заменяете, конечно, материал тоже в дефектной ведомости не запрещается прописывать. Не запрещается, а желательно. Желательно. Потому что потом все-таки заказчик говорит, что вы там меняете, на что. Все будет в дефектной ведомости, она будет утверждена. И ведомость объема, и дефектная ведомость. Все утверждается заказчиком, да, заказчиком. Так, спецификации. Ну, в основном по спецификациям, да, мы будем по спецификациям. Общие подходы. Вот составлять, да, вы должны сами ведомость объемов работ будете. Эффектная ведомость. Ведомость потребности материальных ресурсов с учетом норм расхода. Да, не забываем. Так, у нас пять с вами модулей. Ну, порядок на усмотрение, да, то есть может меняться. Ну, прям не жестко идем по программе. Значит, первый порядок определения объемов по проектной технической документации. Начинаем мы с техник экономических показателей объекта строительного объема. Техника экономических показателей объекта. Это, ну, самое важное, что у нас сейчас может быть. Почему? Потому что мы с вами на конкурсе, нас старается, конечно, правительство, вывести выход на конкурс в базе НЦС. Мы с первого января, прям все, говорит, обязательно. Мы с вами идем не с единичками, а с укрупненкой. Почему в полной мере не вошла в силу, да, вот база НЦС? Да, она обновлена в семнадцатом году. Знакомы с НЦС, да? Потому что у меня, как бы, считают, у меня курсовая работа с НЦС. Не знать укрупненки. На всех курсах я прежде всего укрупненка. Инженерные сети сейчас, ну, они были, и добавились некоторые промышленные объекты энергетики. Она пополняется. Норматив цены строительства. Слышали, да? Норматив цены строительства. Законная база на сайте Минстроя. Чтобы с ней работать, надо знать технико-экономические показатели вашего объекта. НЦС. НЦС 2017 действует, наверное, на этот год. Конечно, должны каждый год выпускать, но раз, два, три года она выходит. И вот новые подходы. Внутри интерполяция появилась. Это важно. Раньше не было. Сайт Минстроя. Сайт Минстроя. Официальный сайт. Это ваша закладка постоянная. Дальше вверху. Деятельность. Вид деятельности. Сверху. Сайт Минстроя. Вид деятельности. Архитектура, строительство и так далее. Архитектура, строительство и так далее. Далее. Ценообразование. Ценообразование. Дальше кнопка «Далее». Там с тремя точками. Далее. И сразу у вас откроется база. Это федеральный реестр будет. Индексы пересчета. ФРГС. И пониже НЦС. Последние здания действующие. Вы скачиваете отдельно сборники административных, жилищно-гражданских, жилые дома отдельно, административные здания, объекты здравоохранения, объекты образования, спортивные объекты, очень много, и инженерные системы. Все виды инженерных систем. Наружные сети. Но каждый объект у нас определяет техник, экономический показатель, о котором я говорю. То есть очень важно, чтобы он был утвержден экспертизой. То есть показатель вашего объекта. Если это жилые дома, это метр квадратный общей площади, то же самое административные здания. Если это пожарное депо, это количество машин и мест, койка мест, здравоохранения, учебных мест и так далее. Вот этот вот техник, экономический показатель и как определить там общую площадь объекта в целом, вот это у нас посвящается первое занятие. Как мы считаем строительный объем, площади, что вычитается, что не вычитается, что учитывается, что не учитывается. Потому что это подход по укропненке. Сейчас будем выходить с вами на конкурс с ценой по укропненке, по аналогу объекта. Укропненка – это объект аналог. Вы подбираете максимально приближенный. Максимально приближенный. Но корректировка недопустима. То есть вот какая есть цена, такое берете. Единственное, что в объектах жилищно-гражданского административного назначения введена интерполяция. То есть если у вас промежуточное значение между двумя объектами, вы считаете интерполяция. Я напоминаю формулу интерполяции. Но почему-то не сделали формулу экстраполяции. Если ваш объект вылетает за пределы, намного ниже, показатели выше. Вот это они не предусмотрели, как у нас в перах. Но мы берем крайний тогда объект. Вот и пустим экран. Вот с этой базы, конечно, почитать техчасть к сборникам обязательно. Какой коэффициент стесненности в условиях городской застройки. Это вы сами как бы работаете. В этом курсе я вам даю наводочку на основной показатель объекта и как его считать. В общем курсе мы просто берем пример по готовым значениям. И да, если еще единственный аналог, например, у вас метр квадратный общей площади. Если у вас аналог здания единственным представителем вы нашли, то вы переходите ниже к таблице и считаете по строительному объему. И вот чтобы правильно посчитать строительный объем, если он у вас нет в готовых тэпах, вот мы с вами и как посчитать строительный объем, что учитывать, от какой точки. Это все вот в этом курсе мы рассматриваем, чтобы правильно посчитать строительный объем и взять уже наш аналог по строительному объему. Ну, если он единственный. Так. Спецификации и ведомости объемов мы с вами поняли, да, что мы составляем один раз. Дальше вы на ваше усмотрение. То есть там будут домашние задания, например, посчитать, ну, там, отделку, например. Вы можете ведомость объемов составить и дома сделать. Многие делают, да, вот как начали, мы показали, как придерживаются, составляете ведомости объемов. То есть я вам буду давать проект, вы типовой, например, этаж откроете и посчитаете там площади, да, все. Под отделку, как правило, да, потом на типовые этажи умножите. Ну, вот и объем у вас готов. И все это, конечно, лучше делать с помощью ведомости объемов. То есть приучать себя к культуре работы с ведомостью объемов. И это не только культура, это еще доказательство заказчика, да, что вот у вас такие объемы. Поскольку отсутствует. Если у вас готовые ведомости, мы берем их. И прям иногда попросят смету, дали на защиту, обязательно дефектные ведомости, ведомость объемов. Все это идет приложением после спецификации. После спецификации. Ну и прайсы там и так далее. Теперь полным пакетом. Плюс еще письма и постановления. То есть если вы серьезный заказчик, надо к смете сделать массу приложений. Второй модуль – это определение потребностей материальных ресурсов, неучтенных расценками сметными нормами. То есть если сметная норма, понятно, да, мы можем ее взять. Хотя бывают моменты, что сметная норма нас не устроит. Бывает такое? Бывает. Беда – наша арматура, поставка арматуры определенной длины. То есть ее нам надо варить. Она у нас… Сколько в пачке там идет? 12 сметных. Да. А бывает, что надо больше. Варить ее резать нельзя, если это нулевой цикл, да, ослабление конструкции будет. Недопустимо что делать. Некоторые… Перерасход. Перерасход. Вот, перерасход. То есть мы не уложимся в сметную норму. Ее не хватает точно на 20%. То есть коэффициент 1-2. Знакома, да, эта ситуация. Вот. Поэтому, как быть в этих случаях, у нас вот как бы тема вот эта вот. Мы делаем калькуляцию. Делаем калькуляцию, объясняем, что нельзя. Только обязательно перехлёст, сварка нельзя. На последних этажах еще можно экономить, и то как бы опасно. А уж нулевой цикл точно нельзя. И как бы зная беду наших поставок, многие экспертизы закрывают глаза на арматуре. Закрывают. Потому что знают, какой длины у нас выпускается. И допустима добавочная калькуляция, которая... Да, там хвостик. И как с этим... Да, многие в панике. Ой, что, нам не утвердят. Нам утвердят, если вы приложите калькуляцию. И у нас не только сметные нормы. У нас есть еще и производственные нормы, проектные нормы. Вот все виды норм мы с вами и рассматриваем. Я даю ссылку на документ, где можно... Во-первых, у нас есть справочники, да. Ссылка на справочники определенного автора тоже допустима даже в судебном порядке. То есть, если вы идете, и вам говорят, откуда эти нормы, это сметные не подходят. Вы говорите, что вот нам не подошло, но есть вот там Розинева Людмила Александровна, ее справочники, где нормы расходы для всех видов работ. И вы берете справочную норму, ссылаясь на автора. Книги проходят. Проходят. Ссылка будет на конкретного автора. Либо свои. Разрабатывайте производственные, тоже с замерами и все. Если вы свои разрабатываете, у вас РДС. Попозже скажу его номер. РДС у вас будет на вооружении. Ну и мы с вами рассматриваем этот РДС. Как правильно нормы к материалам. До каких значений после запятой округлять? В разных случаях разные. Нам кажется, ну вот сколько стоит там цифра, что так много, давайте уменьшим. А на сколько уменьшают? Вот РДС, старенький РДС у нас действующий, он нам помогает определить, в каких случаях, когда штучные одни, когда километраж другие, когда тоннаж третий. После запятой тоже очень важно, когда норму расхода вы рассчитываете, сколько знаков после запятой. Это все РДС. Более того, РДС нам еще дает там износ, оборачиваемость различных групп материалов. И экспертиза сейчас повадилась. А что это вы там в полном объеме, в полной стоимости? А у вас уже износ, у вас оборачиваемость. Какой коэффициент применить? Где его взять? Вот в этих РДС. Поэтому второе занятие, как бы, да, только норм касается расходов, оно очень важно. Значит, вам придется, ну, следовать, наверное, то, что скажет экспертиза. И тут, если спорить, то только обосновать. Да? Обосновать. На ней вот стали экономить и прибегать к РДС. Третий модуль у нас с вами определение объемов отделочных работ. Но почему он отдельно? Ну, потому что это такая трудоемкие, да, расчеты. Самые трудоемкие расчеты, как я говорила, по площадям. Вот. И калькуляторы, конечно, есть, которые нам могут ускорить, да, ускорить этот процесс. Тем более, что не всегда, не всегда объемы, хотя экспликация помещений должна быть, да. Все это должно быть с площадями, но иногда надо разбить как-то, да, по этажам, по видам. Ну, и вид отделки тоже должен быть, тоже не всегда бывает. Определение объемов по окраске поверхностей различных геометрических форм. Ну, это же опять у нас и вентиляция там, да, вот эти короба, и тоже окраска, изоляция, тоже вот эти площади тоже, как бы у нас. Это геометрия, и, конечно, здесь удобнее взять либо калькулятор, либо есть табличка в тех части, да, там сколько окраска поверхности, трубопровода, например. Есть она и в тех частях. Четвертый. Так, здесь у нас еще что с вами? А, вес металлоконструкции, сортамент, да, это металлокалькулятор, металлокалькулятор, ну, вы знаете, его можно скачать, есть, очень удобно. Если нет, то как бы я выдаю это металлокалькулятор, да, потому что у нас расценки, девятый сборник в основном, идет на тоннаж, на тоннаж, да. А в проекте мы зачастую видим геометрию, опять же, да, геометрию, длину, характеристики. Нам надо это все перевести на вес, чтобы взять вот для этого переводы вот этих металлоконструкций и вес. Ну, у нас, я говорю, будут вот с вами сваи, в этом плане металлические сваи и частичное заполнение бетоном. И там мы всю эту геометрию, вес просчитаем, потому что там нужна и окраска квадратные метры, и вес, чтобы установка. Поэтому, как удобный пример, мы сразу с вами берем вот эти вот сваи. Инженерные системы, инженерные системы, трубопроводы, ну, воздуководы различных геометрических форм, конечно, посложнее. Трубопроводы тут все гораздо проще в части подсчета объемов работ. Здесь нам проектная длина нужна, и условный диаметр трубопровода, и толщина стенки, и толщины стенки, да, тоже. Но расценок у нас недостаточно по всем толщинам, так что приходится применительно. И диаметром мы берем либо ближайший, либо большего значения, потому что для внутренних трубопроводов мы, особенность, берем диаметр большего. Если не совпадает, а в наружных мы берем ближайший. То есть вот заказчик за ним тоже смотрит. Знаете, разница, да? Не всегда больше. Не всегда. Есть такие моменты. Площадь вентиляции, теплотехнический расчет. С точкой росы нет, конечно, мы не будем с вами. А вот отопление, да, отопливаемые поверхности в зависимости от характеристики радиаторов, мы это тоже посмотрим. Потому что расход у нас в киловаттах. И мы, зная, сколько нам нужен обогрев, соответственно, мы подбираем радиаторы. Опять, если в проекте даны, мы берем в проекте. Если самим приходится, то вот эти вот расчеты, но теплотехнический расчет, вот, просто понятие о нем, а сами мы, конечно, не делаем. Потому что, ну, вы утонете просто. Что утонете? Это теплотехника. Проектировщики делают. Ну, конечно, в общем-то, да. Мы с вами берем готовые и теплоизоляционные работы тоже, мы как бы, да, нам дают вот такой должен быть материал, да, вот такой вот толщины. И все, мы же не спорим, мы берем. А если проверить, да еще тепловизора, да, притащить, то, может быть, тоже ошибается. Потому что, ну, болванит часто, конечно, проект, ошибок много. По счету длины кабельной продукции, ну, тоже это метраж, да, только у нас с вами, опять, в силу особенностей расценок, у нас идет с вами деление, да, деление по весу кабеля, по сечению, да, по площади сечения, по количеству жил. Вот это все мы дифференцируем. Ну, и где, да, прокладка кабеля идет? Вот, в каналах, по открытым конструкциям, скреплениям, в лотках, там, и так далее, в трубах. Вот это вот тоже вид протягивания, да. И не совпадение, площадь сечения, нет марки кабеля, такой вот именно, какой хочет проектировщик, он же не знает, что у нас в базе, обыщешься, не найдешь. Это первое. А второе, вот сколько идет по лоткам, сколько идет по трубам, вот этого деления зачастую нет. И приходится открывать чертеж, да, и смотреть, где проходит и прикидывать. Так еще надо знать, две нитки, в одну нитку, вот тоже, да, такого. А стыкку тоже нужно учитывать, да? Что-то идет, ну, один, один. Так, и? Иногда их стыковать надо. Ну, там уже нет, там небольшой, там. Заделка концов, да, да, это у нас есть, да. Смотрите, подключение, да, вот часто, подключение концов жил, да, берут. Нужно, не нужно, берут. У нас с вами, если слаботочная система, да, значит, мы смотрим этот момент, да, скажем так, подключать или не подключать. Смотрим установку, монтаж тех приборов, к которым идет подключение. Если это слаботочка, да, мы, как правило, по количеству приборов считаем вот это вот подключение. Если у нас электрика, высокая сторона особенно, только определенный раздел тех части у нас допускает подключение. Остальное уже входит, то есть проложили кабель подключение. И получается, что вот эти дорогие работы часто присутствуют в сметах. Они не должны быть. Тут тоже особенность. Ну и, конечно, вот даже четвертый, дорожные одежды, дорожные основания, дорожные плиты. Ну, это земляные, вот я вам говорила, траншеи. Это, да, это мы берем благоустройство, можем спортивные площадки какие-то взять. Но самое главное, это вот здесь нам дойти до пятого модуля, это расчет сигналов пусконаладочных работ. Понимаете, да, о чем речь? Пусконаладочный работ. У нас, да, там несколько видов. Если это электрика, P01, там P1 сборник, это электрика. Здесь проще, здесь мы берем POE, правило, установки электрооборудования. И все необходимые наладочные работы у нас в POE прописаны. И мы подбираем расценки под перечень тех работ, которые в POE. Они практически совпадают даже в формулировке. Поэтому, ну, самое простое, это, наверное, все-таки вот пусконаладочные работы по электрике. По готовым сборникам POE. Все. Тут даже не требуется программа. Тут идет ссылка на POE и на два снику. Все. Если у нас с вами вентиляция, кондиционирование. Сейчас вентиляция, кондиционирование здесь тоже, в общем-то, просто. Потому что здесь мы привязаны к расценкам. Здесь вы делаете программу. Ну, как бы расценки, да, излагаете формы программы. Только не надо делать сборники. Ссылки на сборники, ради бога. У меня один ходил, долбил мне полгода, делал программу. И ссылки на фэр или потом на гэс на столе. Я говорю, вы уйдите от этого и напишите, что вы делаете, но придерживаясь расценок. Там проще, да? То есть вот это необходимое, то, что надо. Прямо по расценкам идем, практически все берем. И в виде программы это облачать, это тоже просто. А вот АСУТП, да. АСУТП – это автоматизированные системы. И тут я большой акцент делаю. На что мы берем, а на что не берем. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. А не просто там СКУД, например. Ну, мы рассматриваем. Это диспетчеризация. Проект отдельно должен быть. Это телемеханика. Это, ну, да, автоматизированные системы управления каким-то технологическим процессом. И допустима пожарная сигнализация, как локальная, неинтегрированная система. Пожарная сигнализация тоже можно взять, но только мы берем по первой категории сложности. Допустима пожарка в связи с тем, что часто у нас пожары как бы, да, происходят. Это допускаемо. Но только третья категория сейчас. И то осталось в сборнике. Все, что касается связей, монтаж, как таковых, пусконаладочных сборник, мы не пользуемся. Мы берем их в монтажных работах. То есть вся слаботочка, ну, большинство слаботочка отдельно, если вот, да, система телевидения, телефония, педеонаблюдение, это все локальные системы и их наладка в монтажных работах, то есть в сборниках М или четверков ТСН. И отдельно мы их не берем. Мы берем только когда интегрированные системы, исключение пожарной сигнализации, мы рассчитываем сигналы. Вот как считать сигналы? Дискретные, аналоговые, управление информационное. Вот это мы с вами рассматриваем. От каждой установки делаем расчет сигналов и тоже учимся, да, сколько в АСУ поставить систему. Берем одну и сколько там до количества сигналов определенной величины и дальше добавочное количество сигналов. Мы выбираем дополнительную расценку. У нас с вами в Грандсмете есть Грандкалькулятор опять наш любимый, да, где, ну вот так делаем, где нам Федор Кителев, тот, кто делает этот каталог, АСУТП. Вот он тоже разработал АСУТП. То есть как вот эти посчитать. Но здесь вы уже будете заносить количество информационных аналоговых сигналов. А кто их выберет? Вы должны, да, исправить. То есть он сделал, расчет пойдет быстро, но определять-то количество вам не сможет вот этот вот, да, блок. Вы должны их сами определить, какое он информационный или управление, то есть пойдет ли сигнал управления на другую установку. Ну, аналоговый или дискретный, это проще. И здесь, конечно, опять вы грамотно не сделаете никогда, если будете сами, без проектной сметы. Вот правильно? Поняли, да? Когда будет смета на АСУТП сборник, там уже все будет прописано, какие сигналы, какие они по характеру, какие функции, метрологическая ли сложность, сложность управления будет присутствовать или нет. Если у вас смета прошла на перы, вам просто, в общем-то, будет гораздо проще взять и сюда перенести подтвержденные ссылки и сделать ссылку на проектную смету, и все. Там главное отработать вот это при проектировании. Почему мы начинаем с проектных, с перов, с тепл? Потому что у нас проектные сметы – это, в общем-то, путеводитель такой. Особенно вот в этих системах. Хотели что-то спросить? Ну, сталкивались, да, как там важно определить вот эти сигналы в проектных работах. Некоторые умудряются без перов прям сразу. Ну, как бы, организация, которая занимается наладочными работами, ну, и флаг, и в руки, дайте вперед, дайте хоть проект, дайте хоть смету на пир, там, да, как утвердил вам заказчик, что принял. Конечно, это надо смотреть. Ну, и дальше вот применять. И тоже программа, программа здесь нужна, потому что деньги здесь немалые. Здесь очень заложена высокая трудоемкость. То есть так посмотреть, какие-то работы, посчитать, если человек в часах, год. Там бригада сидит год. Что она год делает? Спрашивает заказчик. Говорит, зачем мне такая высокая расценка? Часов смотрите сколько. Ну, у нас так нормами заложено. Нормами заложено. Понимаете? Это вот надо, конечно, все видеть. Так. И... С чем мы еще с вами? Ну, да, рассмотрели, если мы успеваем, благоустройство озеленения. Ну, это тут как бы несложно. Тут техчасть и объем. Корневой системы посадка там, да. Здесь тоже интересно, вот смотрите, в курсе смета ошиб, я даю пример, где очень ловко и умело подрядчик делал смету, и он многолетники, однолетники занялся как многолетники. Когда стали перепроверять нормы, ничего не бьется. Не можем понять, что... Какая-то расценка. Нужно было взять многолетники, он взял однолетники, применил. Все это выше получается, многолетники, вернее, да, все это выше получается, объемы не бьются, ничего, у нас нормы определенные тоже заложены. Проверили, ну, чтобы неправильно расценка взяла. Так, в принципе, нормы здесь есть. Тоже иногда смотрим, заказчик, кто-нибудь, заказчик дает норму цветов в два раза больше, чем сметные. А что случилось? Спрашиваю. Заказчик, не подрядчик, говорит, а вдруг будет весна, лето засушливое, и они погибнут, и не приживутся. И заказчик решил сам, там, под миллион, там, сколько-то, 700, взять и накрутить этих цветов. Норма, да? Так вот весело. Он же заказчик. А вот определение объема древесины, привалки деревни, здесь идет квадрощитская территория. Кубатура, и спроса, да? Поса, ведомость, да, вам надо, да, есть ведомость, я покажу, вот, план дендрологии. Есть ведомость замены, вот эта вот вся кубатура, это отдельный еще, плюс еще отдельная ведомость, да. Вопрос интересный, надо включить вот эту вот ведомость, чтобы представление имели. Но она берется из проекта. Да, да. Как бы вот столкнулась с тем, что когда делался проект ИПОС, и уже когда делается смета и обсчитывается, да, вот на демонтаж, кубатура проходит большое количество времени, и кубатура увеличивается. Деревья, ну, вырастают, появляются новые кустарники. Подрядчик... Сколько же они увеличились? Ну, проходит пять лет между проектом ИПОСом и его защитой в экспертизе. И когда уже делается... Ну, что, пять лет, ну, два года мы как бы за это время, то уж не так, самые долгие, это два года. Где же пять лет такой ИПОС? Проектный... Подрядчик выходит, да я не знаю, что... Ну, корректируйте, за пять лет можно и скорректировать ведомость. Корректировку сделать. И проекты, а тем более сметы с изменением объема, достоверность, еще раз пройдете перед тем, как будет стартовать строительство. За пять лет действительно вырастут. Другое дело, что да, смотрим, деревья вырубаются, приносят ведомость. Ну, это без ведомости поручных. Им дай волю тоже, и заказчик. Если такие деревья, то это тоже будет для лесопорубочных. Это вообще преступление. А ликвидация куда, этих деревьев, это тоже нужны документы. Да, тут не прошло ничего. Ничего не пропустили. То, что полный... Сейчас на вывоз даже грунта и мусора, вы знаете, да? Пока не будет регламента, пока не будет нижнего договора со свалкой. Свалка сертифицирована. Километраж, кубы, время, все это в совокупности. Все талоны, все это принимается в совокупности. Не будет чего-то, вот как у меня сейчас подрядчиков. До свидания. Ой, мы найдем, готовьте, рисуйте, что хотите, делайте. Ну, чтобы полный пакет был, тогда мы... А сзади, в процессе у вас строительство началось, да? И вдруг не ставлю всего, но, например, там, с вышестоящей организацией приходит на районное управление приказ, что, например, в целях улучшения вот этой вот последней, как она называется, ну, в связи с чем, что-то, я не знаю, в связи с чем, но увеличивали количество видеокамер. По проекту, например, было у нас 4, пришел приказ, значит, увеличить 2 на 8, 2 раза, да? А в смете, мы же в смете, там, все, заложено в смете было 4, или, а как потом тогда, когда уже строительство идет? Уже экспертиза прошла. Да, естественно. Смету меняете, смету. Проходите еще раз достоверность сметы. Не проекта сметы. В качестве обоснования, ну, опять, Сюзанна, в том числе этот раздел, прикалывайте вот эти все постановления. Ну, копии, опять на достоверность, чтобы вам... Изменят ли стоимость? Скорее всего, скажут, если твердо, меняйте что-то другое, уменьшайте, экономьте. В счет каких-то затрат, ну, это пусть затащик скажет, в счет каких-то затрат. Он может разрешить, да. Он снимет какие-то вспомогательные работы. Типа там, да, затирка, это сразу снимается, вот вам денежки освобождаются. Ну, нас так, перетасовали, да, там, сняли, туда добавили, вот ставьте 8 камер. Но не всегда. Иногда прям вот смотрят строго, чтобы вид работ, вот не разрешается одного вида работ на другой. Это даже вот банки, которые не понимают. Все зависит от заказчика, разрешат или нет. То есть здесь все зависит по основному от заказчика, да? Да, разрешат перетасовку по разному работу. Но по основанию у вас вот этот вот приказ добавления. Что ж, не можете засмущивать. То есть там, к ней к этому вот, что нам пришло, письмо, да? И к нему идет приложение постановления правительства области. Московской. На основании этого постановления. Да. По основанию изменить стоимость, да. Кажется, счет чего. Надо посчитать, сколько это стоит. И у заказчика спросить. Да, ну смотрите, с камерами, с камерами. У нас еще любят заложить зипы. Это как оборудование, в общем-то, да, смотрят. И у нас неимоверно любят заложить зипы, камеры в зипы. Так что уже камеры как бы у вас будут. Единственное, что мы говорим, ну побуйтесь Бога. Камера меняется, все это пройдет там пять лет, уже другая конфигурация будет. И все. Чего у этих зипов-то насовали туда, да, в проект? И закупили. Вот у вас, пожалуйста, если добавились на камеры зипы, у вас можно взять оттуда стоимость. А стоимость работы за счет каких-то других, уж не такая, невелика будет. Даже на сложный объект найдут из чего, да. Выкрутятся. Так, ну требуемая подготовка. Компьютерный, конечно, мы в Excel, в общем-то, считаем. А хотя и в программе уже, да. Ну, сметное дело надо знать. Не обязательно курс, но если у вас опыт есть, то пожалуйста. И программный комплекс, грант смета, мы в основном в ней работаем. Или смета.ру. Ну, грант тоже быстренько в части грант-калькулятора вы быстренько освоите. Ну, и смета тоже делается. Все это аналогично делается. И в линейке наших курсов, вот смотрите, кто учится, да, кто по программе-то обязательно дойдет. Вот объемы работы, они идут как бы вот сами по себе, да. То есть их можно после основного, ну, основной курс плюс программа. Уже можно. Уже можно. Ну, и он сам по себе, только расчеты объема. Не интересует там ни программа, ничего. Тоже как бы подходы. Ну, здесь не совсем подходы проектировщика, надо помнить, да. Потому что проектировщикам нужно обработать расчеты. Пять лет проучиться все-таки, да. Сами не научимся за пять занятий. Пять лет пять занятий, да, сделать. А вот то, что нам требуется для расценок, вот тот прожиточный минимум объемов, который нам надо, в случае отсутствия проекта, документации, подходы, это все, в общем-то, в этом курсе. Все. Давайте вопросы, если подготовили. Вот вы упоминали, что справочник, но в городской области. Зенег. Зенега. Зенега. Зенега, Людмила Александровна, да. У нее несколько справочников, на все виды работы. Зенега. ЛА. ЛА. Людмила Александровна, да. Давайте с тобой сейчас не скажу. Еще лучше, если вы сами посчитаете, потому что все-таки эти расчеты, да, они как бы производственные, они на месте. Но вы можете рассчитать и подтвердить справочник. Ну, еще лучше ссылку сделать. Нет, так же не смотри. Отход уже от смертных норм, это, конечно, преступление. Вот одно время, да, по благоустройству, у нас наша ЖКХ, все эти, да, управы, одно время набрали подрядчиков, ну, которые не знакомы ни с базой, ни с чем. Это было давно, 2000-е годы, где-то набрали подрядчиков, те наделали сметы, втиснули туда свои нормы расхода. Смотрят, там 8 миллионов переборов из-за смертных норм. Стали на курсы приглашать. Приходите на курсы, обучать, своих обучать, чтобы проверять. Ну, вот он и жалуется, говорит, 8 миллионов, 8 миллионов, как мы теперь в суде не можем вернуть, мы подписались. Нормы, это да. Это тоже объемы и немалые. Замена материалов, если в воде, у нас, смотрите, в расценке один материал, мы меняем на ифортную краску. Какую мы должны расходить? Сметную? Нет, у нас водоэмульсионка. Мы меняем на Б. На Б, например. Курилы вообще не было. Ну, мы меняем. На водоэмульсионка одни нормы, там ее надо несколько раз, чтобы получить должное качество, и скоростное. А выфер сложится сразу. Если мы возьмем наши нормы, но цену импортной краски, разница в миллионах, только так появляется при больших объемах. Мы тоже заметили ошибку. И здесь мы уже берем нормы расхода поставщика. Мы берем то, что на банках, на бутылках, на мешках, смотрим и берем нормы расхода поставщика, если замена идет на импортную, например, краску. Добавляем еще грунтовочку, если мы один раз. Даже с этим объем расход получается намного меньше. Поэтому есть в Грандсмите, опять рекламирование, в Грандсмите есть грандматериалы, такой блок. И там мы представлены тысячами материалов поставщиков со своими нормами. Цен нет, потому что цена меняется. А вот характеристики нормы расхода нужно открыть. Это блок большой, он требует такой комбинации. Вот, если меняется, то значит надо и нормы расхода. Только хотят оставить наши нормы, это тоже без такой нормы. Ладно, мы с вами закончили.